Это называется случайное издание и группы в детском пространстве, снабжённым аналогом меры Лебеда. Прежде всего, нам нужно будет определить вот эти аналоги меры Лебеда на бесконечном мерном вещественном саппаратном виду пространства, где есть меры инвариантной относительности видов и ортогональных преобразований меры Лебеда, пространства меры. При этом будем принимать аддитивные функции множества, задуманными в некоторых концертах множества. Скажите, пожалуйста, начните с четной аддитивности? Нет. Конечно, аддитивность. Можно было бы сохранять конечную аддитивность извертого чем-то другим, но мы принесем же аддитивность. Далее представим пространство функций, квадратично интегрируемых по таким вариантам относительных гипов мерам. И следуем усреднение... Все, да, можно расширять сатанки до условий, да, в принципе? А, я расскажу о том, что, например, конструкция расширения по карате Адоре там приводит к нежелательным результатам, поэтому расширять за определенных разумных пределах. Будем усреднять случайные сдвиги по гауссовским мерам, получать диктузионные филогруппы, исследовать их генераторы. И, наконец, будем изучать случайные глуждания в этом пространстве и аппроксимацию с помощью случайных глужданий диктузионных гауссов или других потенциальных гауссовных равнений. Сначала скажу немножко о потенциальных применениях этой тематики. Значит, во-первых, действия с диктузионными гауссовными гауссовами позволят нам определить некоторые навыки оператора Лапласа в бесконечномерном гельберговом пространстве. Вчера в докладе Назарова рассматривались различные подходы для определения оператора Лапласа при образовании филогруппы, связанных с регулярным бедром при связи с случайными процессами. Здесь, поскольку пространство бесконечномерное, тут образователь Н разной бесконечности, это первый подход, второй подход. Затруднительность при образовании филогруппы тоже есть некоторые проблемы. Мы будем определять оператора Лапласа с помощью его связи с случайными процессами и выяснять, каким случайным процессам, какие гауссовы соответствуют. Про гауссов в бесконечномерном пространстве хотелось бы сказать еще про традиционный подход к определению Лапласиана и Леви, которые возникают как результат применения методов обобщенного суммирования Пачизара для вторых производных функций в бесконечномерном пространстве по направлениям некоторых векторов отноргированного базиса. Прости, когда у нас сепарабельная гибель называется сепарабельная. Сепарабельная, да. А там почему? А у нас базичные что-то не зависит? У нас все аромалии зависит от выбора базиса. Кроме того, там всегда есть вопрос, почему мы именно Пачизара или как-нибудь еще усредняем. И остаются вопросы в каких пространствах эти Лапласианы и Леви являются самосопряженными. При том подходе, который мы сейчас применим, самосопряженность получится естественным путем и свойств полуглуб, возникновающих результатов усреднения. Второе применение – это потоки, сохраняющие в миру бездегридентные векторные поля или векторные поля, переводящие меру в квазин-вариантные преобразования, то есть в меру абсолютно непрерывной относительно себя. Ну, о каких проблемах на этой конференции рассказывал в интернете Леви Николаевич Лерман. И тут один из вопросов – построение просто трансляционных вариантных мер, то есть варятных относительно сдвигов вдоль постоянного векторного поля, ну, а также построение электронного поля. И, наконец, такой подход позволит нам изучать обыкновенное в сравнении с частным. Я думаю, что там написано – ПД ОДИ. Вот так вот. Это кривые в банкротных пространствах. А ОДИ, как у вас? Обыкновенный. Ну, что… А, я сейчас скутал языки. И… Сначала поговорим о случайных влужданиях в элькитридовом пространстве Е. Если Е – это конечномерное пространство, то вот сначала рассмотрим случайные величины, это принимающие значения в следующем банкротном пространстве непрерывных отображений по прямой пространства Е, принимающих на любое значение в нуле. И под случайным влужданием будем вынимать последовательность сумм незамисимых случайных чемпионов. Далее. Если мы в некотором пространстве числовых функций определённых на Е, в пространстве Е2 или в каком-нибудь ещё, определим оператора сдвига на… сдвиг аргументы на этот случайный процесс, возьмём математические ожидания от таких объектов. Вот математические ожидания функционалов определяют полугруппу в пространстве этих функционалов, извиняюсь, не полугруппу, а оператор назначенную функцию. И, значит, например, тренеровский процесс, если мы подставим здесь в качестве вот такого сдвига и возьмём математическое ожидание, в данном случае оператор функция будет полугруппой, разрешающей уравнение диффузии. Но можно аппроксинировать другую группу, разрешающую уравнение диффузии, некоторыми другими независимыми случайными процессами. я, может быть, даже выпишу такой маленький пример. Если мы в качестве эдакты возьмём вот такой объект, просто как случайный элемент А на корень из Т. А это случайная величина со значениями в пространстве Е, то тогда при таких условиях, что, скажем, математическое ожидание равно нулю, ну, одномерный пусть будет эта дисперсия, и третий момент конечен, то тогда что можно сказать? Вот это вот ВТ, которое мы определим как математическое ожидание оградка стрика на случайный стрит на этап Т, то ВТ само по себе не будет полугруппой, но его итерации будут сходиться Е в степени, еще минус одна вторая, Д, дельта, вот с целью рактора Лапаса. Вот такие итерации, их сейчас называют итерациями Чернова, ну, и здесь вот эта процедура описана, и нашей целью будет перейти теперь от конечномерного пространства РН к бесконечномерному пространству. Всюдодалехия, бесчестность парадельная. Л-2 маленькая, да? Побочная, да. Побочная, да. Пусть Л-2. Да. Для этого нам потребуются меры на Л-2 и вариант на относительность двиг. Но тут здесь проблемы, нет настоящей меры Л-2 на пространстве Л-2 в силу теоремы Вейля, которая здесь формулирована, и, значит, нет меры, которая будет строить в следующей совокупности условий. Не нулевой, счетно-аддитивной, сигмаконечной, локально-конечной, параллельской меры, невариантной относительности двигов на любой вектор этого пространства не существует. Поэтому от части этих условий придется отказываться, и различные исследователи отказывались от разных условий, стараясь сохранить остальные. Например, вот в работах Вершика исследовалась некоторая достаточно богатая подгруппа или подпостранство векторов, относительно которых, то есть раздвиг, на которые мера остается невариантной. В работах Бейкера и Заванского происходил отказ от седьмой конечности меры. Нашей целью будет исключить меру трансляционно и ротационно инвариантно на гербертном пространстве, но отказавшись от свойства ее счетной эффективности. И чтобы такой объект построить, мы сначала рассмотрим следующий класс множеств. Брусы в эфридовом пространстве Е определяются так. Множество П будет брусом, если найдется такой ортонормированный базис в пространстве Е, и найдутся такие элементы А и В из пространства и бесконечности, что множество П состоит из тех векторов эльбертного пространства Е, коэффициентов Е, которого относительно этого базиса удовлетворяет следующим ограничением. Такой брус может оказаться пустым или не пустым. Это такой вот прямоугольник. Грубо говоря, ну скажем, если все А равны единице, а все В равны двойке, то нет инвертора из Эль-2 в такой брус не попадет. Вот так он может оказаться пустым. А алгоритм от чего? А, теперь здесь. Это, в общем-то, произведение длин бревера. Ну, от произведения длин бревера мы требуем абсолютную исходимость, чтобы произведение не изменялось, если мы перенумеруем как-то. А алгоритм – это что-то другое. Нет, это прямо… Что написано? Логарифм. Логарифм на экспонентах. Экспонент, да. Суммы – это произведение экспонентов, то есть произведение экспонентов логарифмов, то есть произведение длинных. А вот это условие обеспечивает независимость величины вот такой от нумерации координат. Почему? И вот следующим образом, то есть мера каждого такого бруса – это произведение длинного ряда. Если данное произведение абсолютно сходится, ну, либо оно, если данный брус оказывается пустым. Значит, у нас есть такая совокупность элементарных множеств – это вот измеримые брусы. Через К от Е обозначим измеримые брусы с ребрами коллинеарными вектором вот нормированной базисы. Здесь пока еще проявляется зависимость от выбора базиса. Далее мы через Р, Е, обозначим минимальное кольцо во множеств, содержащие класс всех изображенных брусов. Оргнормированный базис. Вчера вот один наш соучастник конференции, ученик Владимир Михайлович, рассказывал о конструкции этого кольца. Я пока, может быть, пропущу подробности, скажу лишь следующее, что для каждого нормированного базиса Е, вот эта функция множества, заданная на совокупности измеримых брусов, аддитивно и конечно-аддитивно, и допускает единственное аддитивное продолжение до конечно-аддитивной меры лямбда, заданной на этом минимальном кольце. Так как стартартная теория меры, правда, конечно-аддитивной меры. Далее мы эту меру можем сделать полной, введя внешнюю меру множества и внутреннюю меру множества. Здесь инфинкс-суферма берется... Это стандартная конструкция. Вот так образняем внешнюю и внутреннюю меру и расширяем кольцо, вводя туда измеримые, в данном смысле, множества. И далее можно сформулировать следующие свойства этой построенной меры в соответствии с усыковым результатом. Мера лямбда на большом кольце R, во-первых, не является счетно-аддитивной, во-вторых, ее продолжение по схеме кратиадория обращается в ноль на каждом элементе из класса измеримых бросов, в-третьих, эта мера является локально конечной, сигмаконечной и полной, и в-четвертых, она иностранна относительно двигателя. Вопрос первый. Во-вторых, очень интересно, почему не мере счетно-аддитивной? Вот сейчас я это покажу. Давайте рассмотрим такой брус B01. Такой единичный. Вот ноль. Вот так по всем координатам. И рассмотрим также последовательность брусов. Ноль. Один минус одновенное. Вот они такие. В-вторых, то есть, по-моему, казалось, поле будет. Да. В-вторых, то есть будет, а в-вторых, то нет. Посмотрите, что произойдет. Мера каждого такого бруса равна нулю. И счетная совокупность таких брусов покрывает единичный брус. Отсюда вытекает отсутствие счетно-аддитивности. И, кроме того... Кроме того, отсюда вытекает и второй результат. Если мы определим внешнюю меру каратеадории вот этого единичного бруса, то она будет равномерной. А почему в каратеадоре, а не вега? Может быть, правильно сказать, вега в каратеадоре? В общем, вот, часть внешней меры. Здесь, вот, эта самая внешняя мера будет равна нулю в единичном брусе, так же, как и внутренне. И вот конструкция каратеадории приведет к мере, которая равна нулю. Это не противоречит теории Вейлер, где брусовы нетривиальности меры. Вот, значит, первое свойство я объяснил, второе тоже. Вот, третье свойство вчера подробно объяснила мой коллега. Ивариатность относительно сдвигов для брусов, это очевидно. Ну, если некоторое множество аппроксимируется брусами, то сдвинутое множество будет аппроксимироваться с сдвинутыми брусами. Вот, важное еще утверждение про измеренность шаров. Оказывается, что относительно вот этой меры на этом кольце выполняется следующее свойство. Для шара радиуса маленького меньше, чем одна на вторая, внутренние и внешние меры совпадают, равны нулю. Все маленькие шары измеримы. А если шар достаточно велик, радиус у него больше единицы, то внутренняя мера равна нулю, а внешняя мера равна бесконечности. То есть не все шары, не все брусовские множества измеримы. Вчера вот Владимир Васильков более точный результат рассказывал, что на самом деле критический радиус – это единица на уровне с двух. Ну, а эти факты показать довольно просто. Маленький шар можно представить, вот маленький шук, у которого равна нулю, а большой шар, он имеет протяженность большую, чем два, то есть его проекция на все оси от нормированного базиса, больше, чем два. Если же куб измерим, то… А курс может не измерим? Куб может быть не измерим, например, если серебра куба равны двуму. Если же куб измерим, то у него длина ребра стремится в единице, поэтому проекция одного куба на все оси умеет единиться. Если же мы объединяем кубы, то они могут иметь лишь конечное число общих граней, поэтому в конечном объединении кубов только в конечном числе направлении, длина может оказаться около двух. Вот такие свойства у этой меры. В дальнем мы можем ввести следующее пространство фантастично-интервированные функции. Это делается по стандартной процедуре. Сначала на линейной оболочке индикаторных функций измеримых множеств мы определяем полуторалинейную форму. Получаем линейную форму. А это не сепарабельно. А это не сепарабельно. Я тоже могу показать, почему оно не сепарабельно. Да, в общем, попомнив наконец... Вот оно на 6-й день. Экспоненты, я думаю. Я сейчас могу предъявить континальную систему протонармированных... Континальную протонармированную систему элементов. Это будут вот такие вот брусы, как бы это назвать, наверное, окатая, окатая плюс один. Да, уж бильдер можно убрать. Оно всегда сепарабельно. Пространство не сепарабельно. Бильдер по ушам. А вот а, это у нас отображение из множества n, множество, у нас один, ноль. Сейчас я все, о чем вы говорите. О, и... Просто он видит, это у нас излишки. О том, что это все клубы, которые разными способами расставляются. Вот тут группа отрезан. Сначала одна. В мере их четыре. А вот в четном мере их континул. И вот они есть... Вот это нормированная континальная система. И там, вот так, здесь плотное линейное многообразие. Вот. Далее... Давайте исследуем в этом пространстве такие объекты, как группы сдвигов предпостоянного векторного поля. Возьмем какой-нибудь вектор h, будем сдвигаться. Очевидно, что это будет унитарная группа. будет в сильно непрерывной пространстве h, тогда и только тогда, когда этот вектор h имеет координаты из пространства l1. Ну, вчера вот тоже мой коллега рассказывал, почему это так. А я лишь, наверное, сделаю краткое замечание о том, почему это будет не так, если мы, скажем, станем сдвигать вот на такой вектор наши элементы. и рассмотрим следующее звучание следующей применимой формы, где u это индикаторная функция вот такого единичного бруса. Если мы сдвинем его на вектор th, то данным скалярным произведением будет мера пересечения. А чему равна мера этого пересечения? Это будет произведение тока от единицы бесконечности единиц минус n k. И это равно единице, если t равно нулю, так модульно поставить, и нулю, если t не равно нулю. И оказывается, что вот эта унитарная группа сдвигов не является сильно непрерывной. Далее давайте усреднять сдвиги на случайные векторы по гауссовским мерам. Здесь следующий результат. УСМСД это ядерный император в пространстве Е сортно нормирован базисом весовских векторов Е жид. И пусть ню т т а это полугруппа гауссовских мер полугруппа относительно свертки гауссовских мер с вариационными операторами d при свертывании t1 на d и t2 на d получается t1 плюс t2 на d и и далее введем оператор u, d, t как результат усреднения сдвигов на случайный вектор h усреднения по мере ню, d, d. Данный интеграл понимается в следующем смысле в смысле то есть мы применяем вот эти сдвиги к двум векторам у и в из пространства h и получаем числовую функцию ее интегрируем приинтегрированный объект по u и по v является полуторалинейной ограниченной формой поэтому определяет оператор ограниченный приинтегрировать можно поскольку эта функция это можно показать является ограниченной и измеримой относительно варельской сигма аутбуре под множеством и мы получаем также полугруповое свойство да вот тут сильно надо зачеркнуть это сильно непрерывное это просто является полугруппой сжимающих смысл для образований пространства h сильной непрерывности пока еще нет а полугруповое свойство получается из полугруппового свойства свертки полугрупù самосопряженность следует до симетричности меры поскольку оператор s-h сопряженым к нему будет оператор s-h по усредни déположу его симметричной мере поэтому симметрический оператор И можно показать, что он самосопряжен. Теперь, когда эта полгруппа будет сильно непрерывной? Здесь есть критерий, когда и только когда он будет сильно непрерывной полгруппой. Когда вся мера ню-т сосредоточена на пространстве Л1, пространстве Л2. И поэтому... Л1 уже Л2 понятнее, Л2. А, когда просто сходится? Просто сходится с самим модулем. Это хорошо. И я долго возился с тем условием. Как с этим разобраться? Но оказывается, мне подсказали, что в 1973 году... Вот этот шок должен в другом случае СОНИС. Если я отрежу. СОНИС сделал это. И необходимо и достаточно, чтобы корень из ядерного оператора сам был ядерем. Отсюда мы что получаем? Что данная полугруппа самосопряженого сжатия должна обладать генератором. И этот генератор мы будем называть ДХД. И он оказывается самосопряженным и неположительным оператором. Какая здесь связь с обычной диффузией? Если оператор Д, это оператор конечного ранга, то тогда данная полугруппа тоже распадается в такое... Тензерное окреждение операторов. Это оператор в мерном пространстве, обычная мерная диффузия. А это генечный оператор в угластающемся в сконечном мерном пространстве. Я скажу тогда лишь, что данная диффузионная полугруппа оказывает слаживующее воздействие на все функции из пространства H. H. Они начинают после сглаживания обладать производными по всем направлениям базисных векторов. И причем производными любого порядка, допускающими следующую оценку. Поэтому сглаживание переводит функции Z2, функции, имеющие все частные производные по всем направлениям базисных векторов любого порядка. Но непрерывность это не гарантирует, поскольку базисные векторы не очень хорошие, а векторы вот такого вида, они очень плохие, и по ним легкость может и не проявиться. И далее, поскольку они обладают сильными производными любого порядка, мы можем ввести пространство бесконечно диспроенцируемых функций, не так его назовем, ввести пространство Соболева и показать, что наш свойство вложения пространства непрерывных функций в пространство Соболева и плотность непрерывных функций в пространстве Соболева иногда имеет место, а иногда нет. Поэтому эффекту Лаврентьева здесь есть место. Ну и наконец я завершу на вот этом результате, что если операционный оператор меры является гензерным, то тогда генератор нашей полугруппы оказывается вот таким диспроенциальным оператором, заданным на пространстве Соболева, ДНВ-22Д. Спасибо. Спасибо.